Это произошло в ночь на 1 июля 2002 года. В доме популярного шансонье Михаила Круга был слышен шум потасовки, крики и выстрелы. И вот спустя 17 лет, в минувшую среду, в доме Михаила Круга прошел следственный эксперимент. Силовики привезли какого-то человека. Он ходил по участку и дому, показывал, что происходило. Все это снимали на видеокамеру. Позднее местные СМИ назвали имя этого человека, которого привезли на следственный эксперимент. Им оказался Александр Агеев. По делу он проходил свидетелем. Оказалось, что он член организованной преступной группировки, которая называется «Волки». Эти «Волки» терроризировали предпринимателей и навозили ужас на жителей Твери и Тверской области в 90-х и начале нулевых. Неужели таки найден убийца Михаила Круга? Поговорим сегодня об этом. Это «Особый случай» в студии Антона Расланов. Об этом нельзя не говорить. Особый случай. И на связи с нашей студией Ольга Медведева, родная сестра Михаила Круга. Ольга, здравствуйте. Да, добрый вечер. 17 лет прошло. Сложно представить. Казалось бы, все уже завершилось. Да, мы как-то привыкли к той версии, которую, как правило, в интернете, если искать об убийстве Михаила Круга, фигурирует. О том, что один убил его, убил потом член преступной группировки. Дескать, Михаила настолько уважали, что они сами хотели найти этого убийцу. И вот те, пожалуйста, 17 лет проходят, всплывает некий Агеев, и теперь его называют убийцей Михаила Круга. Давайте начнем с того, что происходило в среду. Я так понимаю, что вы наблюдали этот следственный эксперимент. Расскажите, пожалуйста. Да, это проходило не в среду, а во вторник. Нам накануне позвонили, что приедут на следующий день, чтобы мы были дома, чтобы мы ждали. Но этим руководил Дмитрий, сын Михаила Круга, старший сын. Он встречал тех, кто приехал. Приехали сначала предварительно небольшая бригада, которая посмотрела, осмотрелась, попросила убрать те или другие предметы. Но это я поняла в целях предосторожности, чтобы не было колющих-режущих. И стеклянные полки мы убрали, и, ну, в общем, там кинжалы висели у нас сувенирные, тоже попросили убрать, и еще что-то. И вот они предварительно посмотрели, а потом вот привезли вот этого вот человека. Приехали ОМОН, были они в цеплении стояли. И прошел сам эксперимент, его завели на территорию, он был в наручниках. Но нас предварительно попросили, очень корректно, чтобы мы покинули территорию дома и участвовали, и ушли в соседний дом. То есть непосредственно сам следственный эксперимент не при вас происходил, вы были в другом месте, да? Мы были в другом месте, мы были в соседнем доме, в мамином доме, наблюдали все это из окна кухни. И я поняла, что это, ну, это дело, которое расследует профессионал, есть определенная доля, ну, как, не тайна следствия. Поэтому это очень профессионально было сделано, большая бригада, люди в погонах были, без погон. И было их, следственного комитета, видеооператор, который это все снимал. И мы, не Дмитрий, мы никто не участвовали в этом, мы все были. Только смотрели, и то, что мы видели, что люди ходили туда-сюда по участку. Ну, вот, собственно, его я не видела, я просто смотрела из окна, наблюдала за деревьями, за кустами, не все, соответственно, было видно. После того, как этот следственный эксперимент прошел, следователи вам что-то говорили, вы как-то общались? Вот мы смотрели из окна, когда смотрим, что ушли ОМОНовцы, территорию очистили, и мы, в общем-то, вернулись на свой участок. Следователи с нами не общались, поэтому, и, честно говоря, я не знаю, кто это был, и до того, и после они нам не озвучили имя. Я вот только услышала в интернете, прочитала, что это был Агеев, хотя я вот не знаю, честно говоря, подтвердить не могу, мне это не озвучено было. Но до этого, как мы помним, Александр Агеев проходил свидетелем по этому делу. Его статус изменился или нет, или вам, опять же, об этом неизвестно, вот тайна, покрытая мраком, что называется? Пока это тайна следствия. Мы ждем результата, что нам скажут следователи, возможно, вот уже Ирина там должна поучаствовать в каких-то процессах. Может быть, после этого будет озвучено. Как вы лично относитесь к версии о том, что руководители, так скажем, ОПГ «Волки», некий Лом Александр Костенко, планировали всю эту акцию для того, чтобы Михаила, ну, скажем так, заставить к ним обратиться за помощью и за крышей. Дескать, он в это время не должен был быть дома, он должен был быть на городском салюте. И они хотели его ограбить, чтобы потом он к ним обратился. Дескать, ребята, помогите найти, кто совершил это зверское нападение на мой дом. И дальше у них был план Михаила Круга, ну, что называется, поставить на счетчик. Дескать, он за эту крышу должен был отчислять процент от своих выступлений. Ну, версия эта действительно была рассмотрена, и как-то я больше к ней склоняюсь. И самый первый следователь, с которым я столкнулась, когда вот приехала утром, я не была здесь, я была на даче, когда приехала утром, самый первый следователь сказал, что не шли убивать, шли напугать. Такие случаи в те годы были, хотели припугнуть бизнесмена, который вдруг стал подниматься, построил дом. И вот в меньшем случае вот это такое, а так было такое, и пугали людей, чтобы пришли, поклонились ножки, помогите найти. Ну, как версия, да, рассматривалась такая версия. Возможно, это и может быть и этой версии правдивая, но опять-таки ждем следствия. С Ломан встречалась несколько раз, тем более этот человек был даже на поминках. Вы встречались или вы общались и разговаривались? Я не общалась, не разговаривала, но он присутствовал на поминках. Я потом, мне сказали, что это был Лом. И через год, и на годину, то есть через год, он был у нас на поминках, которые мы устраивали здесь во дворе дома. Но нельзя сказать, что семья дружила с ним? Нет, мы вообще не общались никаким образом. Я думаю, что и Миша-то особо с ним не дружил, но выступал там на каких-то концертах в кругу семьи, возможно, там у кого-то там дни рождения были. Его как певца приглашали выступить. Но ведь странно... А вот как у дружбы-то... Ирина, ой, простите, ради бога, Ольга, давайте попробуем порассуждать. Ведь странно получается Михаила Круга, и это не секрет, его очень уважали. Его уважали, что люди в погонах, что люди по другую, так сказать, сторону. Да, это так. И это уважение с большой буквы «У» было. И при этом они дерзнули таким образом, ну да, я по-простому выражусь, нагнуть его для того, чтобы, дескать, иметь какие-то деньги с него. Это логично звучит или это вот в какое-то противоречие все-таки вступает? Ну, одно дело, что он выступал у них там на юбилеях, на днях рождения, был приглашенный артист. А другое дело, они видели, насколько он начал набирать популярность, насколько у него пошли гастроли постоянные. И, ну, наверное, поняли, что это денежный мешок, который можно потрясти. Ну, может быть, это на этой версии, возможно, это так. Дмитрий Веселов, ведь мы именно этого человека считаем убийцей Михаила Круга, дескать, он сознался в этом, да? Мы помним, что он, собственно, был убит как бы за это. Я слышала это, да. Насколько вот именно этого человека вы считаете убийцей? Я понимаю, что, да, сложно, вас там не было, там и так далее, но есть некое и чутье, и вы много знаете об этом деле. Незнакомо, к сожалению, я вот с теми, кто входил в эту группировку, незнакомо, ничего не могу даже прокомментировать здесь. Я не лично их не видела, они вообще вот как по характеру с людьми, я с ними никогда не встречалась. Давайте попробуем предположить, почему сейчас всплыл Агеев? Ну, вообще-то это было написано из средств массовой информации, по телевизору, фамилия всплывала несколько лет назад, чуть ли не 10 лет назад. Да, да, да. Это было написано. И потом начало, вот убрали ломок, там писали, 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 и потом все затихло. И затихло, и 10 лет вообще ничего не было. И меня все спрашивают, а в каком состоянии дело? А я говорю, я не знаю. Нас не информируют как семью, как наследник, нам никому ничего не говорят. То есть мы ждем, и вот вдруг неожиданно, вот я была удивлена очень, вдруг чего-то 17 лет прошло, и вдруг вот это дело возобновилось. То есть вам сложно предположить, для вас это было такое же удивление, собственно, как для многих? Да, да, удивлена очень тому, что будет завтра следственный эксперимент, и вдруг, я думаю, а чего это вдруг? А вы с Ириной и Круг общались по этому поводу, обсуждали? Я ей рассказала о том, что у нас был следственный эксперимент, поскольку Ир живет в Москве, а мы живем в Твери. Это было вот на территории дома Михаила Круга, где сейчас я живу с мужем, и Дмитрий, старший сын, живет с семьей со своей. И мы с ней и с Ирой после эксперимента общались по телефону, я ей обрисовала, что было. Она говорит, ну, будем ждать развития событий. И все, вот только такая реакция, да? Да, только такая реакция, будем, не обсуждали мы никто такой, чего случилось, почему именно, нет, не обсуждали. Просто вот, и она тоже была удивлена очень, тоже для нее было вот вообще, почему? Я понял, спасибо огромное, Ольга Медведева, родная сестра Михаила Круга, 17 лет спустя появился подозреваемый в убийстве. Шансанье, казалось бы, почему мы к этому вернулись, и все произошло в июле 2002 года. Буквально на днях в доме Михаила Круга прошел следственный эксперимент. Силовики привезли в дом некого человека, тот что-то показывал, это все снималось на видеокамеру, об этом нам рассказала в прямом эфире радио «Комсомольская правда» Ольга Медведева, родная сестра Михаила Круга, которая, собственно, наблюдала это из соседнего дома. И по сообщениям СМИ этого человека называют убийцей Михаила Круга, хотя официальной информации подтверждения этому нет. И даже называют его имя и фамилию Александр Агеев. В общем-то, это не новый человек в деле об убийстве Круга, но до этого он проходил как свидетель. Кто же такой Александр Агеев? Я напомню, работает WhatsApp и Viber, плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два, пишите. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два. Или звоните в прямой эфир, восемь восемь восемьдесят двести ровно девяносто семь ноль два. Ваши версии убийства Михаила Круга, наверняка многие из вас любят его песни, уважают его творчество. Звоните, высказывайтесь, насколько вам действительно кажется вероятной версией о том, что спустя семнадцать лет таки нашли убийцу, настоящего убийцу Михаила Круга. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Александр пишет, Круг, в скобочках, Воробьев был крепкий орешек, ему трудно было диктовать условия. Вот давайте это и обсудим вместе с Юрием Кузнецовым-Таежным. Это актер, который играл Круга. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вы лично были знакомы с Михаилом, и вот нам Александр пишет, что он был крепким орешком. Собственно, ему очень трудно было диктовать условия, пишет Александр. Видимо, и по мнению Александра, я уж так продолжаю его мысль, думаю, что это не очень сходится с версией о том, что вот эта банда Волки хотели нагнуть Михаила Круга, запугать его за счет этого ограбления, чтобы в дальнейшем он к ним обратился. Дескать, найдите ребят того, кто дерзнул, так сказать, посягнуть. А дальше они планировали с него иметь деньги. То есть он должен был за их крышу, некий процент со своих выступлений. Популярность невероятно росла, это очевидно совершенно, деньги были. Они хотели иметь процент с этих выступлений. Вот давайте попробуем разобраться. Все-таки крепкий орешек, и трудно было диктовать условия. Или настолько оборзели Волки, что даже на Круга они, понимаешь, залезли. Ну, я не знаю, откуда взялась эта версия. Мне кажется, все-таки, вот, версия убийства, все-таки, мне кажется, как у нас в фильме «Легенда о Круге», она освещена. То есть это была все-таки попытка ограбления с целью забрать деньги, пока нет Миши. На третьем этаже этой сезонной была так называемая неправильная наколка, потому что он получил деньги за альбом. Он был тогда самопродаваемым, и кое-кто узнал, что он получил полумиллиона долларов за альбом. И люди хотели просто ограбить его. Убивать тогда, я думаю, что никто не собирался его специально. Но так случилось, что Миши же был очень знатным болельщиком. И в этот вечер был как раз матч, это был финал чемпионата мира по футболу, в котором играли сборная Германии и сборная Бразилии. Он болел за Бразилии. Он приехал домой немножко раньше, чем предполагали негодяи. Вот чем дело. То есть это такое трагическое совпадение, по-вашему? Мне кажется, это трагическое совпадение, да. А версия о том, что его кто-то хотел нагнуть, перегнуть, она даже выглядит несколько забавно. Потому что любой, я думаю, бандитик в то время, который хотел нагнуть Михаила Владимировича, должен понимать, каким авторитетом он пользовался в определенных кругах. Ну, собственно, поэтому и убили человека, которого мы до этого считали убийцей Михаила Круга. Потому что свои наказали своего же. У него было ряд отчаянных друзей, которые быстро, я думаю, разобрались с этой ситуацией. Понимаете, если кто-то бы посягнул, так сказать. Это Юрий Кузнецов-Таежный, актер, который играл Круга. Юрий, вы слышите меня, да? Вы слышите меня? Да, да, да. Это смешновато, смешновато звучит. Все, я понял ваше мнение. Это смешновато. Еще одно сообщение. Запугать, это звучит очень странно. Думаю, что преступники шли целенаправленно убивать. Наказывать за отказ Михаила, за несговорчивость. Вот это тоже звучит очень невероятно. Вот с вашей точки зрения. Тоже невероятно, да. Это тоже отметаем. По-моему, мое мнение, что и первая, и вторая версии, они несостоятельны. Еще раз говорю, мне кажется, что произошла в какой-то степени, значит, шепь случайностей, привела к трагедии. Произошла трагедия, понимаете? Можно назвать это частным случаем трагедии. И вот, исходя из этого, из этой трагедии мы потеряли замечательного шанса. Если бы он не был болельщиками, если бы у него было 3-4 концерта в этот вечер, а они надеялись на это, потому что был день города Твери, он не должен был вернуться в это время, то они могли бы посмотреть, но нет там денег, они могли бы убежать уже, понимаете? И он приехал бы, когда уже этих магитиков, которые хотели его грабить, не было уже на том месте, где они были. А в итоге три огнестрельных ранения, раненый, он добирается до соседа, в общем, чудовищная совершенно история, защищает семью, защищает тещу. Я так думаю, что, я думаю, что стреляли там, я думаю, что одна пуля там прошла, насколько я понимаю, мимо, вот, они хотели как-то припугнуть, наверное, я думаю, что Миша бросился на них, наверное, потому что он был человек харизматичный, и поэтому человек и выстрелил в животное. Зачем живот, непонятно, потому что можно было выстрелить в ногу, просто-напросто искать ничего личного, чувак, и уйти. Значит, видимо, они сами испугались, мне кажется. Из того, что вам известно о деле, понятное дело, что погружаясь в такую непростую роль, как Михаил Круг, вы много изучали. Из того, что вам известно, Александр Агеев, тот самый человек, которого привозили вот буквально на днях в дом Михаила Круга на следственный эксперимент, насколько здесь велика вероятность того, что действительно это именно он убил артиста? Ну, сейчас версия-то входит, что это был тот второй, потому что первого уже в живых нет, уже много лет. Да, да. Который Дмитрий Веселов, как бы его лишили жизни сразу же после смерти Михаила Владимировича, и лишили его не случайно. В случае, мне так кажется, что как раз люди, которые любили Михаила Круга, поэтому они лишились. Но есть версия о том, что Веселова убили не потому, что он был убийцей Круга, а потому что надо было предъявить кого-то, дескать, вот мы нашли его, вот он, вот он. Есть и такая версия. Нет, мне кажется, нет. Все-таки Александр Агеев. Потому что были взбешены просто некоторые люди тем, что действительно был убит Шансоней, их друг, и они мстили за друга. Это чистая венпятка, понимаете. Вот сейчас второго, возможно, не нашли. Я-то думаю, что его нашли, но по всей видимости, может быть. Версия, основная версия у следствия, я так думаю, что Александр Агеев, который сидит на пожизненном заключении, и начал что-то рассказывать. Может быть, это был тот второй, который не нажимал на курок, но был соучаствующим. Но был вместе с ними. Понятно. Да, спасибо вам огромное. Спасибо большое, Юрий Кузнецов-Таежный актер. Он играл в сериале «Круга» и очень много изучал просто документов и погружался в эту тему. Очень интересная версия. Мы продолжим после короткой паузы. За это время, естественно, прозвучит песня Михаила Круга. Вы услышите свежий выпуск новостей. А после откроем наш студийный телефон. Звоните, высказывайтесь. Вот вы к чему больше склоняетесь? К какой версии? И все-таки давайте попробуем ответить на вопрос, почему 17 лет спустя прошел этот следственный эксперимент с участием Александра Агеева, члена банды «Волки». Тем более, если вы имеете отношение к органам, и что-то вам об этом деле известно, тем более, ваш звонок ценен. 8-800-200-0-9702. Пообщаемся. И вот спустя 17 лет, буквально несколько дней назад это происходило, в доме Михаила Круга прошел следственный эксперимент. На этот следственный эксперимент привезли Александра Агеева. Это член банды «Волки», которая держала в страхе всю Тверскую область в 90-х, начале нулевых. И до этого он был свидетелем. Сейчас речь идет о том, что, видимо, он подозревается непосредственно в убийстве Михаила Круга. Я напомню, наш номер телефона 8-800-200-0-9702. Судя по сообщениям, которые приходят в WhatsApp и Viber, многие из вас следят за этим делом. Давайте вместе попробуем разобрать версии того, что могло произойти, и самое главное, собственно, почему. 8-800-200-0-9702. Звоните, высказывайтесь. Ваши версии убийства Михаила Круга и причастности Александра Агеева к этому трагическому событию. 8-800-200-0-9702. Георгий пишет. Считаю, что не надо присваивать всем бандитам и преступникам черты людей, живущих по совести, у которых есть авторитеты. Более чем вероятно, что нашлась пара аморальных и беспринципных воров, которых жажда денег и страх огласки в преступном мире, их преступление заставило убить даже такого уважаемого человека, как Круг. То есть, Георгий, я так подозреваю, что вы склоняетесь все-таки к версии непосредственно убийства Михаила Круга, а не ограбления с целью там как-то запугать или еще что-то. 8-800-200-0-9702. Звоните, высказывайтесь. Ваши версии того, что произошло с Михаилом Кругом и причастности этого Александра Агеева. Итак, Александр Агеев, да, собственно, давайте попробуем понять, собственно, кто это такое. Как я уже говорил, это такой довольно активный член банды «Волки». Это все происходит в Твери Тверской области, очевидно, совершенно. 90-е годы, нулевые. Собственно, организаторы этой банды «Волки» два человека. Ну, основной из них это Александр Костенко по кличке Лом. Часто человек мертв. В криминальной разборке он был убит. Человек такой очень одиозный. Он, собственно, криминалом занимался самых ранних, что называется, ногтей. Уличные группировки различные организовывал и возглавлял. Они грабили студентов мединститута местного. Ну, естественно, доставалось больше всего темнокожим иностранцам, которые приезжали туда учиться. Но они такие, да, они вот под всю свою деятельность подтаскивали какой-то такой взгляды, да, какой-то базис. Дескать, мы плохо относимся к алкоголю и наркотикам, занимаемся спортом, боевыми искусствами. Ну, и немножечко расисты такие, нацисты. Да, и вместе с еще одним человеком он руководил этой бандой, Анатолий Осипов по кличке Волк. И вот, собственно, в эту банду Волки банда разрасталась. Сначала они, значит, крышевали там проституток, какие-то мелкие торговые точки на трассе. Потом разрастались и разрослись до того, что имели влияние на всю Тверскую область и занялись в том числе заказными убийствами. Так вот, группой, которая занималась заказными убийствами, в нее входили 4 человека. Это сын Осипова, вот того самого Волка, Александр, Дмитрий Баксаков, прошу прощения, Баксаков, Дмитрий Пауков и Александр Агеев. То есть вот они вчетвером, собственно, и занимались заказными убийствами. Самое важное задание – это вот они вчетвером. И из этой четверки этот Александр Агеев очень сильно выделялся. Собственно, чем расскажу обязательно прежде примем телефонные звонки. 8800 200 ровно 9702. Валерий из Ставрополя. Здравствуйте. 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 У меня вот Михаил Круг, это самое, ну, уважали его, слушаем. Просто не рассматривается версия, допустим, того, что нагрубил он кому-то, нахамил. Он вообще человек-то резкий был. Ага. Вот. Может, кому-то даже не из-за того, что кто-то случайно к нему зашел, он раньше времени там вернулся домой. Может, просто кому-то нагрубил. Ну, нахамил, нагрубил и за это убивать. Ну, есть, конечно. Да, извините меня, ну, пошлите, ворон в законе, куда-нибудь, ему будет абсолютно надо лампочкой. Но вы когда говорите, прошу прощения, вы когда говорите о том, что он мог кому-то нахамить, нагрубить, вы основываетесь на чем-то? Есть какие-то факты или вы так вот, ну, просто пальцем в него? Нет, ну, допустим, про него очень много и передач снят, и то, что он был резкий человек. А, вы делаете вывод из того, что вам известно о характере Михаилу. Ну, да, 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 да. Все, я понял. Спасибо большое. 8-800-200-0907-02. Станислав из Москвы, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, знаете, вот, хотелось бы вот такую версию предположить, отлучить. Как вы думаете, что это просто проявление зависти, успеха человека? Потому что Михаил Круг, мне кажется, достаточно был успешный человек. Более чем. Пика, да, своего достига как раз вот в период смерти, к сожалению, вот. А Михаил Круг был простой. Без всякого протеже, происхождение простое, ну, не так сказать, из состава избранных, да, нации, так скажем. Вот, и может быть, кому-то он мог бы просто помешать на сцене. А под видом вот этого нападения бандитов, ну, просто это изценировка. Это как бы, я не то что призываю к этому, это моя точка зрения. Потому что, и очень подозрительно, что спустя 17 лет поднялся этот вопрос. Да. В то время, как, например, вот на этой неделе, вот, прекрасно знаем, вот, скончался вот, что-то сам я вот у нас, вот, представитель. Да, и мне кажется, что это тоже... Вы говорите о Вилле Токареве, я так понимаю. Вилле Токареве, да, да, да. Ну, как-то вы лихо увязываете. Вилле Токарев умирает, и спустя 17 лет, естественно, эксперимент с огнем. Я не понимаю, как это может быть связано, но, черт возьми, ну, бывает жизнесовпадение. 8800-200-0907-02. Эмиль нам пишет в Вайбер, конспирология тоже имеет место быть. Вполне вероятно, что убрали вовсе не воры или убийцы, а спецы, дабы не романтизировал и прославлял воровскую жизнь в трудное для страны время. Так сказать, один из этапов в борьбе с бандитизмом в России. Ух, как вы копаете. 8800-200-0907-02. Михаил из Воронежа, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, и вот гибель Михаила Круга показывает, что вот этих людей, преступников, воров, убийц, не стоит романтизировать, приписывать им какие-то благородные черты. Эти люди абсолютно полные, подонки. И вот Михаил Круг романтизировал их, да, и закончил тем, что они же его убили. Так что, не надо, не стоит искать в этих людях ничего святого, ничего у них нет. Абсолютно закончены люди и таковыми мое мнение. Спасибо. 8800-200-0907-02. Эрик нам звонит из Москвы. Эрик, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы, знаете, что хотел сказать? Что вот кто способен на такие убийства, их надо очень сурово наказывать. Так наказали одного уже, убили наказали одного. Нет, нет, очень сурово надо наказывать, потому что эти люди лишают нам счастья внутреннего, отдыха, всего такого, блин. Я понял. Эрик, скажите, пожалуйста, вы, как вы отвечаете на вопрос, почему, Эрик, услышите меня, пожалуйста, как вы ответите на вопрос, почему 17 лет спустя прошел следственный эксперимент, почему появился еще один подозреваемый в убийстве? 17 лет? Ну, я в этом затрудняюсь сказать. Я не знаю, я кого любил, всех убивают. Ух ты! Спасибо вам большое за звонок. Это имя уже звучало в материалах дела, правда, там он указан как свидетель. Александр Агеев, это член группировки, банды «Волки», которая действовала в Тверской области в 90-е и в начале нулевых, и был членом группы, которая занималась заказными убийствами. Он довольно выделялся из этой четверки, воспитала его набожная довольно бабушка, и в юности этот парень даже хотел стать иконописцем. И какое-то время участвовал в клубе исторической реконструкции, в доспеке рыцарей, дрался на мечах. Вот такой вот парень. Странный очень парень. И почему, собственно, это происходит 17 лет спустя, возникает вопрос, никаких официальной информации о том, что он подозревается непосредственно в убийстве Михаила Круга, нет. Как мы знаем, предполагаемого убийцу давно уже, собственно, самого убили, и вот тут всплывает этот Агеев. Ваши версии того, что могло произойти, почему это могло произойти, и почему 17 лет спустя убийство Михаила Круга вновь во всех заголовках, во всех СМИ. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Михаил из Москвы звонит. Здравствуйте. Да, это я, да? Да, 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 вы в эфир. Дело в том, что мне кажется, что не стоит связываться с уголовниками. Поясните, расшифруйте, что вы имеете. Круг связался с уголовниками. Круг связался с уголовниками. Вы это суждение на чем-то основываете? Вам что-то известно? Вы что-то читали? Что? О чем? Да дело не в этом. Дело в том, что, ну, не трогай, оно не воняет, как говорит. А, понятно. Все, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Ватсап читаю. Неужели за Круга, кроме как Тверской ОПГ, некому было вступиться? Мне кажется, были и круче люди, чем Тверские, которые помогли бы Кругу в такой ситуации. Ну, а как? В смысле, что вы имеете в виду? Как помогли бы? Ну, человек возвращается домой, наблюдает сцену ограбления. Как могли бы помочь? Или цикнули бы Тверским, дескать, Круга не трогайте. Но негласно вообще-то это и было, не трогать Круга. Еще одно сообщение. То, что романтизировать блатной мир не надо, есть своя правда. Но у Круга песен на блатную тему не так много. Музыкант пел о родине, боге, вере, о близких России и простых людях. Поэтому он и стал так популярен, пишет Александр из Перми. 8800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Да, вы из Перми звоните, как я понимаю. Мне кажется, вот ажиотаж этот схвынет. И все разнесся на круги своя. Вот эту тему, если в свое время убили Листьева, Талькова убили, концов не нашли. Понимаете? Вот и сейчас такая же история повторяется. Ну, нам казалось, что концы как раз таки нашли в убийстве Михаила Круга. Это только вариант один, понимаешь? Вариант. А вы к какому варианту склоняетесь? Я склоняюсь, что не найдет настоящую убийцу. Ага. И тогда зачем Агеева вести на следственный эксперимент? Ну, видимо, следствие располагает такими дополнительными сведениями, но я в этом вообще-то не уверен. Не уверен. Если вы следователь, то позвоните нам по номеру 8 800 200, ровно 9702. По вашему опыту расскажите, что это могло бы значить. Так, из Твери звонок, я так понимаю. Максим звонит. Максим, здравствуйте. Да, добрый день. Любой и любой житель Твери обязан любить Михаила Круга. Ну, конечно, любим. Понял. Рассказывай. Да, у нас в Твери вот еще такая версия есть, что значит, что он чисто сердечное призвание сделал, это Агеев или Агеев, как он там. Ну, якобы у него пожизненный срок. И сейчас пока идет следственный эксперимент, месяц, но в последний глоток у него есть. То есть, так, давайте еще раз. Агеев сидит пожизненно, там 14 доказанных убийств по этим поволкам, только доказанных, да? Среди них там есть очень громкие. Значит, и для того, чтобы хоть немножко подышать воздухом незатухлым, так сказать, тюремным, он признался специально намеренно, что убил Круга? Ну, у нас вот в СМИ, на некоторых так пишут. Очень интересная версия и, в общем-то, очень похожа на правду. Спасибо большое за звонок. 8800200, ровно 9702. Александр из Солнечногорска, здравствуйте. Здравствуйте. Это самое, вот эти вот волки, вот тверские волки, да, вот, якобы он убил его. Если бы он его убил, этот бандит из Тверских волков, его бы сразу вычислили и сразу бы его убили. Так и убили, веселово убили. Это наш, это наш Элвис Преслиф фактически. Он любимый был певец, вот, моего поколения, например. Вот мне было тогда лет 40, наверное, 5-40 лет. Это любимый мой певец, но он реально, вот, ну, цопий, вот, круг. Понятно, понятно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое за звонок. Сообщение. Меня интересует, кто Влада Листьева убил. Может объединить все эти преступления. Что-то и про Немцовый результат сомнительный. Даниил нам звонит. Здравствуйте. Добрый день, город Волгоград. Ну, у меня такая, я просто хочу выдвинуть версию. Она такая, достаточно, может быть, романтичная. Но, на мой взгляд, круг пошел на сделку с криминальным миром, чтобы петь. Каков был предмет этой сделки, по-вашему? Петь, петь, быть, быть тем, кем он сейчас стал. Я не очень понимаю вашу логику, как он с криминалом договаривается петь. Он и так пел, а криминал что ему за это должен был дать? Он пел эту тему, он продвигал эту тему. Я все равно не очень понимаю предмет договора. В чем, собственно, договор? Договор, он поет, он поет для них, он поет о их жизни, показывает эту жизнь не такой ужасной, какая она, наверное, есть на самом деле. И в итоге он взамен должен по итогу отдать свою жизнь, скажем так. Ну, как? Ничего себе! И мне кажется, как человек, ну, достаточно есть такие люди, как писатели, которые прячут в картинах некие мысли. И вот в одной из своих песен он, мне кажется, тоже заложил смысл. То есть, грубо говоря, дал какой-то сигнал, приходите в мой дом, мои двери открыты. По-моему, там даже что-то было, приходите меня убивать, что-то в этом роде, если я не ошибаюсь. Я понял, спасибо большое за звонок. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, что были с нами, спасибо за ваши версии, очень интересно. Давайте вместе последим за тем, что будет происходить дальше. Может быть, мы в итоге выясним, да, и нам расскажут, таки действительно Александр Агеев является убийцей Михаила Круга. Или нет. Подробности на сайте Комсомольской Правды, КП.ру.